Важное событие этой недели – большой праздник для всех казахстанцев – День независимости. 32 года назад, в 1991 году, Казахстан провозгласил свою независимость. Историки утверждают, что обретение независимости бывшими советскими республиками неразрывно связано именно с казахской историей. Поступление казахской молодежи в декабре 1986 года нанеслось сильнейший удар по Советскому Союзу. Был подорван его международный авторитет, разоблачен его тоталитарный характер. При Урале 16 декабря прошло много различных мероприятий. Внимание, конечно, джильтоксанцы – участники декабрьских событий, которые за несколько лет до обретения независимости буквально ковали ее, иногда даже ценой собственной жизни. Именно в память о последней центральной мечети Ар-Рахман стали намазы. Также были возложены цветы, как символ того, что жители помнят их подвиг, что никто не забыт и ничто забыл. А в областной универсальной научной библиотеке имени Жубана Молдогалиева прошло заседание круглого стола, который также посвятили историю становления независимого Казахстана. Все подробности далее. Центральные мечети Ар-Рахман почтили память джильтоксановцев, которые отдали жизнь борьбе за независимость. Среди собравшихся в духовном учреждении были те, кто являлся непосредственным участником декабрьских событий. Они отмечают, что борьба была полностью оправдана, ведь сейчас мы живем в независимой стране. Во время декабрьских событий я был студентом Алматинского строительного техникума. 17 декабря находился на площади вместе со всеми студентами. Меня там задержали, меня били. У меня с тех времен остался шрам на голове, как вечное напоминание о тех событиях. Я потерял здоровье в борьбе за независимость, но нисколько не сожалею об этом. После намаза за благополучие всех семей страны и мирное небо над головой помолился и главный имам области. Пусть исполнятся все пожелания, которые сегодня здесь прозвучали. Мира, здоровья и благополучия всем семьям. В память о декабристах, не доживших до независимости, за которые они сражались, в Уральске возложили цветы. Поэтесса Акуштаба Ктагиреева выразила уверенность, что память о тех, кто стоял в встроенных рядах протестующих в декабре 1986-го, навсегда останется, пройдя через поколение. Я верю, что этот день всегда будет великим праздником. Все те, кто тогда вышли на площадь, настоящие герои, ковавшие наше будущее, наше мирное небо и, главное, нашу независимость. К слову, свой вклад жильтоксановцы в страну вносят и сегодня. Например, создав общественное объединение, они работают с молодежью, прививая им любовь к своей родине. В прошлом году, 8 февраля, мы создали наше общественное объединение и официально его зарегистрировали. В будущем мы планируем проводить множество мероприятий, чтобы работать на благо страны и вносить свой вклад в дело воспитания молодого поколения казахстанцев. А в областной универсальной научной библиотеке имени Жубана Молдогалиева прошло заседание круглого стола, который также посвятили истории становления независимого Казахстана. Заметитель Акима области Бакаджан Нарамбетов подчеркнул, что мы тоже можем и должны вносить свой вклад в независимость страны. Мы потомки тех, кто боролся за независимость, но у нас есть свой долг перед страной. Мы тоже должны вносить свой вклад. Наш честный и кропотливый труд, наше преданное служение родине – это тот самый вклад в независимый Казахстан. Это наша общая цель. В деле участников декабрьских событий все еще остаются белые пятна. Так, некоторые из них до сих пор не оправданы. Из-за этого они сталкиваются с большими проблемами, даже сейчас, в эпоху независимости. В этом направлении идет активная работа общественного объединения БАТЫС. Жиль Тухсан проводит ее совместно с местными исполнительными органами, прокуратурой и судом. Добытая большим трудом независимость, сейчас нуждается в сохранении. Более того, на сегодняшний день идет задача приумножить потенциал страны. В частности, это касается социально-экономического развития. Участники декабрьских событий возлагают большие надежды на подрастающее поколение казахстанцев. Мы должны оправдать оказанное нам доверие и осознавать всю ответственность за будущее нашей страны. Я уверен, что мы, молодежь при Урале, готовы к выполнению задач. В завершении мероприятий участникам декабрьских событий вручили благодарственные письма о таком области на реману Турегалиева. Алексей Кочемасов, Ербол Мендегалиев, Колыбек Акраб. Специально для Панорамы недели.